Приветствую, меня зовут Сокол и сегодня я попал немного в щекотливую ситуацию. Понимаете, я должен высказать свое мнение о фильме Голодные игры и Вспыхнет пламя, поскольку это главная премьера конца ноября. Кто-то, конечно, скажет, что ремейк Олдбоя главная премьера. Не верьте им, я лично очень сильно сомневаюсь в его большой успешности. И второй момент, я должен высказать свое мнение так, чтобы не испортить вам впечатление от грядущего Плохбастер-шоу по первым Голодным играм. Да, я немного припоздал с этим Плохбастером, но все же я его доделаю. Так вот, горы положительных рецензий захлестнули интернет. На Rotten Tomatoes 89%. На Кинопоиске этот фильм попал в топ 250 уже и с баллом выше 8. Критики просто полюбили этот фильм. Уже делают свои видео разные видеоблогеры. Пишут свои рецензии, разные любители кино. В эдаком шквале внезапной любви к франшизе. Может потонуть мне ни одного незначительного, но мордатого типа в шляпе. Но все же выскажусь. Это не шедевр. Безусловно, у фильма есть слабые места. Китнес невероятно везучий, кое-где фильм провисает. Я долго думал, какие еще могут быть недостатки в этой картине. Вы же меня не за то, что я хвалю фильмы смотрите. Понимаете, в четверг я был в Мираже, в Атлантике. Смотрел фильм, который... Который все-таки сумел меня удивить. Я даже пиццу не доел, которую в зал заказывал. И все выходные я думал, искал какие-нибудь недостатки, кроме некоторых провисов. И мне вроде показалось, что нашел. Все, что происходит в этом фильме, немного наивно и слегка условно. Но тут же я подумал, что фильм рассчитан на молодежь. Некоторая условность и наивность может быть в этом фильме даже к месту. В конце концов, хотите фильм про тоталитарный режим? Смотрите какую-нибудь документалку про сталинскую Россию. Выходит, что это не минус. Остаются провисы и невероятная везучесть. Все можно оправдать первоисточником. Выходит, что прям-таки значительных минусов у фильма нет. Есть. Есть. Один здоровый, здоровущий просто сюжетный минус. Его заметят далеко не все. И не сразу. Но все же он есть. Во избежание спойлеров я промолчу на эту тему. Эта сюжетная дыра идет еще с книги. Так что не буду заострять на ней внимание. Как-нибудь потом. Вернемся к фильму. Понимаете, авторы взяли все то дерьмо, которое было в первой картине. Подробнее увидите в флокбастере. И попытались избавиться от него. Я смотрел это кино уже после того, как написал сценарий к блокбастеру. И авторы как будто бы читали мой сценарий. Они все то дерьмо, за что я ругал их первый фильм, взяли и почти что исправили. Да, придраться к мелочам можно и тут. Мелкие нелогичности здесь тоже присутствуют. Кому-то концовка покажется очень обрывистой. Кто-то посетует на актерскую игру. Но плюсы фильма неоспоримы. Отлично выдержанная атмосфера. На этот раз нам гораздо больше показали быт и уклад жизни жителей Панемо. На мой взгляд прекрасно сыграла Дженнифер Лоуренс. И парень этот по имени Пит меня не раздражал. И спасибо вторым голодным играм, что объяснили некоторую недосказанность первой картины. Спасибо, что спецэффекты стали лучше. И сами игры теперь хотя бы напоминают шоу, а не беготню в лесу. Не знаю, что способствовало тому, что фильм удался. Смена режиссера, смена оператора. Не знаю. Одно знаю точно. Картина получилась замечательная, если закрыть глаза на некоторые вещи. Среди всех этих книжных франшиз, которые завладели умами голливудских боссов, а следом и миллионов людей голодные игры, выделяются тем, что это не очередной фильм для сопливых девочек, как Сумерки. Там и мужскому полу есть что посмотреть. Кровь и насилие, хоть и в урезанном масштабе, поскольку PG-13. Обзор вымышленного тоталитарного государства. И Вуди Харрельсен, который периодически отмачивает шуточки. Дженнифер Лоуренс, хоть и не супер красотка, но все равно чертовски привлекательна. И в отличие от каменнолицей Кристен Стюарт, которая, мать ее, даже улыбнуться не может нормально, оскароносная Лоуренс прекрасно играет. Так что не надо развешивать сопли на тему, ой, опять на какую-то хрень меня подруга потащила. Да, это положительный отзыв. Я ставлю этому фильму 8,5 из 10. Говорят, что в третьем и четвертом фильме будет вообще революционный эпик. Если все будет продолжаться точно так же, как и во втором фильме, то это будет очень крутая франшиза. И еще, скажу сразу всем моим псевдоразоблачителям. Я не продаю свои мнения о кино. Да, в моих роликах есть реклама, проект развивается, требует новых вложений. Но это никоим образом не касается моих мнений о фильмах. Ну а все эти Сокол хвалит, значит ему проплатили. Можете засунуть себе глубоко... Простите, сорвался. Я вещаю для нормальных и понимающих людей. И вот как раз теперь спонсорская рубрика. Фильм по совету Сокола. Советовать я сегодня буду фантастический фильм 95-го года Джонни Мнемоник. В некоторых кругах он считается очень культовым. Но те, кто знакомы лишь с Матрицей, забывают о том, что Киану Ривз сыграл в еще одной отличной фантастике. Это как раз та самая отличная фантастика. В главных ролях Киану Ривз, Дольф Лунгрен, Такеша Китана и мало кому известный рэпер Айсти. Советовать я этот фильм буду с помощью приложения Rating Goods, которое доступно как для iOS, так и для андроидов. Это приложение позволяет ставить оценку любому товару, на котором есть штрих-код. Так давайте, что мы сделаем? Мы запустим приложение, сосканируем штрих-код. DVD-диск Джонни Мнемоник. Все, что мне теперь осталось сделать, это оценить этот фильм. Я поставил этому фильму оценку. За кадром я напишу отзыв, плюсы и минусы этой картины. Хотите их прочитать, переходите по ссылке, что находится в описании. Ну а так, если вы не видели это кино, то рекомендую его посмотреть. Если же видели, рекомендую пересмотреть. Отличное кино на вечер. Кстати, я завел аккаунт в инстаграме, ссылка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень рад. Пока! И ждите плахбастер очень-очень скоро уже. Субтитры сделал DimaTorzok